Хочу напомнить, что в Иисусе Христе не существует нации, в Иисусе Христе не существует национальных различий, в Иисусе Христе не существует никакой территориальной границы. Тело Иисуса Христа находится вне земных традиций, тело Иисуса Христа находится вне земных границ, и тело Иисуса Христа неразделимо на территориальные границы. Многие христиане, к сожалению, забыли, что в Иисусе Христе они новое творение. Во Христе не существует русских, во Христе не существует американцев, во Христе не существует украинцев, во Христе нет армяний, грузин и прочих национальностей, которые существуют на этой земле. Хочу обратиться ко всем христианам, чтобы вы не забывали свое предназначение, которому призвал вас Господь. Во Христе Иисусе мы не от этого мира. Наше царство, как и царство Иисуса Христа, не от этого мира. Иисус Христос искупил нас кровью и приобрел себе ценой своей собственной крови и искупил, взял нас со всех народов. Во Христе мы не являемся украинцами, во Христе мы не являемся русскими, во Христе мы являемся новым человеком, новым творением. Это самое высшее, что ты можешь иметь. Мы искуплены от земли, мы искуплены от традиций, от суетной жизни, переданной нам от отцов. Во Христе нету евреев, во Христе нет национализма, во Христе нет фашизма, во Христе нет различия на цвет кожи, на нацию. Во Христе Иисусе, запомните, не существует нации. Во Христе Иисусе есть один новый человек, есть один народ, единственный народ. И этот народ является телом Иисуса Христа. Христиане, многие из вас сегодня в связи с последними событиями, с войной, со всей политикой, настолько смешались с этим миром, что стали просто нацистами, стали патриотами своей Родины и так далее. Иисус Христос говорил такие слова, что «Царство Мое, оно не от этого мира». Иисус, когда Ему предстояло голгоф, Он сказал, что Он может умолить Отца, и тот пошлет целый легион ангелов, который просто разгромил бы всю римскую армию, снес бы с лица земли всех лжецов, всех преступников и всех, кто кидался на Иисуса Христа. Но Он сказал, «Царство Мое не от этого мира, иначе Мои подчиненные сражались бы за Меня, подвязались бы за Меня». Церковь забыла свое предназначение. Церковь стала делиться на украинскую, на русскую, на армянскую, на грузинскую, на американскую, и не важно какую. Но во Христе Иисусе нет ни негров, ни поляков, ни белорусов, ни украинцев, ни россиян. Во Христе Иисусе нет нации. Церковь, не позволяй, чтобы дух нацизма, фашизма, чтобы дух этого мира пытался тебя захлестнуть, чтобы вы погрузились в политику и выяснение отношений. Церковь, мы не от этого мира. Дорогие братья и сестры, говорю тем, кто рожден, возрожден от Духа свыше, не позволяйте, чтобы плотские христиане затягивали бы вас в политику, затягивали бы вас в какое-то разделение, в какой-то национальный вопрос. Запомните, во Христе мы не имеем нации, во Христе Иисусе мы являемся сыновьями и дочерями Божьими. У нас нет национального различия. У нас есть один язык, это язык священного писания, на котором мы друг друга понимаем. У нас нет национальных духов, русского духа, украинского духа, армянского, цыганского, польского, не имеет значения, африканского духа. У нас нет национального духа, дух, который мы получаем от Бога. Это дух, сходящий свыше от Отца Света, у которого нет лицеприятия. Все мы являемся его народом. У нас один дух, у Церкви Иисуса Христа есть один дух, который скрепляет ее. Это не дух национализма. Бедные верующие, которые живут на Украине, Мне жаль вас, многие из вас сегодня просто стали преобладающим в вашей жизни, стал национальный дух. Вы все вдруг вспомнили, что вы украинцы, а хотя еще несколько лет назад вы говорили, что вы дети Божьи, и у вас нет нации, что во Христе Иисусе все одно. Неужели политика, дух этого мира может сегодня разделить многих верующих? Многие русские христиане забыли, что они христиане, и начинают вести всякую духовную полемику, войну, всякие разделения, начинают какие-то русские патриотические лозунги выдавать. Мир сошел с ума, Церковь, но хотя бы вы не сходите сегодня с ума, хотя бы вы оставайтесь сегодня в здравом уме и в здравом разуме. Аминь. Церковь, услышь мое обращение. Может быть, до кого-то одного из вас это дойдет, что во Христе Иисусе нет национальности. Все мы, поверив в Него, сыны и дочери Божьи, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Мы были искуплены. Нету среди нас евреев. Нету тем более кличек и ярлыков, жидов, кацапов, хохлов, чурок. Нету во Христе ни чурок, ни кацапов, ни наций. Нету ни еленая, ни раба, ни свободного. Никого нету, кроме сыновей и дочерей Божьих. У тела Иисуса Христа есть один дух. И это дух свыше. Это дух небесного царства, в котором нет нации, но все одно во Христе Иисусе. Церковь, прекратите безумствовать везде. Все, кто это услышит, прекратите безумие свое. Остановите, сложите свои мечи и духовные перепалки на национальном вопросе, или на вопросе войны и всех событий. Церковь, сложите всю эту информационную войну. Обратите взгляд на Иисуса Христа, ведь Он на Голгофе страдал не ради того, чтобы церковь превратилась в украинскую, русскую, кацапскую, хохлячую, армянскую, чурочную, еврейскую, кого бы это ни имело значения. Люди, прекратите безумствовать верующие. Не опускайтесь до безумия этого мира. Сохраняйте дух Иисуса Христа. Посмотрите и вспомните, ради чего Он страдал, ради чего Он висел на кресте, ради того, чтобы мы сегодня делились на национальные вопросы, на всякую территориальную целостность. Верующие возмущаются, что кто-то где-то, чья-то страна нарушает территориальную целостность. Церковь, вы не от этого мира. Какая вам разница, кто нарушает, что или делает? Следите за собой. Пусть этот мир сам воюет. Пусть он делит свою территорию. Но написано, что праведные наследуют землю. Пусть они между собой сражаются. Пусть делят территорию. Пусть одна нация продолжает считать себя выше другой. Но мы вне этого всего. Мы выше должны быть, чем это. Мы во Христе Иисусе, в небесных местах посаженные, а не на земных тронах, ни на каких-то церковных лавках, ни в каких-то политических креслах. Бог посадил нас на небесах. Друзья, пребывайте в небесах, пребывайте в Божьем Царстве. Оставьте все эти мерзости земные. Обратите свой взгляд на Иисуса и посмотрите, неужели Он ради того страдал, чтобы церковь сегодня пошла в политику и делилась на национальности. Чтобы церковь сегодня враждовала между собой и смешивалась с политикой этого мира. До какого безумия я вижу доходят некоторые церкви, что многие люди, которые сегодня идут на войну, они просто выходят посреди церкви и свидетельствуют, говорят, что Святой Дух его направил в зону АТО. Или говорят, что Святой Дух его направил на сторону ДНР или ЛНР пойти воевать и убивать людей. Христиане. Я понимаю, что у некоторых из вас просто свернуло голову напрочь. И вы пошли убивать. Я могу вас понять, как мужчина мужчину, если вы встали и пошли сражаться там за свою семью. Как человек я могу вас понять. Но я не могу вас понять, как христианин, когда вы приписываете имя Иисуса Христа, который учил любить и прощать, и не противиться злому. Но вы сегодня встаете посреди церкви и заявляете, что Иисус Христос отправил вас убивать, стрелять, защищаться и тому подобное. Не приписывайте имя Господа Иисуса Христа, который не противился злому. Когда его били, он говорил, прости им, Отец. Да, по-человечески это выглядит безумно, но таким был Иисус Христос. Если вы пошли на войну, пошли убивать, или что-то вы стали делать, не приписывайте сюда Иисуса Христа. Не приписывайте Его святое имя, потому что Иисус Христос не участвует в политике, не участвует в церковных делениях, не участвует в национальных вопросах. Обратите взгляд к Иисусу. Он искупил нас из всякого колена, из всякого племени, из всякого народа, чтобы сделать нас одним народом. Когда же вы наконец-таки остановитесь? Остановитесь! Обратите взгляд на Иисуса Христа. Время последнее, время коротко. У вас, может быть, больше не будет шанса. Может быть, ты, который стрелял в человека и убил его, даже не знаешь. Может быть, у этого человека даже не было шанса покаяться, а ты, будучи верующим, пошел убивать или стрелять. Ладно, я еще пойму тех людей, которых насильно забрали. И человек из страха пошел. Я еще и это могу понять, что человек боится за свою семью, что его насильно отправили на боевые действия. или как бы там ни было. Я могу еще понять это, но я не понимаю, я просто отказываюсь понимать тех христиан, которые заявляют, что их направляет Иисус Христос брать оружие и убивать себе подобных. Я не верю вам. Не приписывайте имя Иисуса Христа сюда. Он не страдал ради этого. Он страдал ради искупления человечества. А вы позорите Его имя. Вы попираете Его кровь. Пусть Бог вас прости.